Сегодня на два дня на обзор нам дали самую питерскую квартиру с видом на канал Грибоедова. Стоимость у нее как у хорошего вина, с каждым годом все растет и растет, и озвучивать ее цену никакого смысла нет. Обычно если вбиваешь адрес в архив Яндекс.Недвижимость, то он выдает много информации какого года дом, как и межэтажные перекрытия, сколько этажей. По этому адресу Яндекс.Недвижимость выдает просто дом. Вообще ремонт в такой квартире это как реставрация старого автомобиля. По максимуму надо оставить все самое атмосферное и ценное, а все новое необходимо вписать в интерьер. Как часто можно встретить лофт-интерьер без кирпича на стене? Да практически никогда. Это как в советское время горка из ГДР была у всех, кто считал себя более-менее успешным. В этой квартире кирпич тоже есть на полу. Его взяли, так скажем, на разборках. Это настоящий дореволюционный кирпич, из которого напилили плитку и положили на пол. Есть такой принцип, что все, что не можешь скрыть, надо выставлять на показ. И речь не про большую грудь, а про вот этот вот сливной стояк. Его пришлось выкрасить в золотой, чтобы его уж точно видно было. Вы знали, что в Питере живут самые смелые дизайнеры? Сочетание аристократического интерьера с кухней из ресторана, это все равно, что прийти на прием к президенту в майке. Кухня, кстати, у нас метод ворста из Икеи с фасадами из нержавеющей стали. По поводу отсутствующего верха, квартира под сдачу, поэтому нормально. Тот случай, когда, можно сказать, старый отреставрированный друг лучше новых двух. Причем новый не пойми из чего, не пойми чем пропитаны. Вместо дерева тонкий слой шпона. Я про паркет. А вот раньше было. Да, можно смело так сказать. В любом современном интерьере тяжело представить только одну люстру на комнату. Во-первых, будет недостаток освещения, что неправильно. Во-вторых, будут какие-то суицидальные мысли. Здесь, как и сто лет назад, одна люстра на комнату. Но здесь пошли хитрее и добавили кучу бра, светильников, торшеров. Оставляет такую камерность освещения. Все лампово, но и офигенно атмосферно. Я слышал одну древневосточную мудрость, что если обладать хорошим вкусом и покупать только те вещи, которые нравятся, и приносить их домой, то дома будет уютно. Надо будет проверить. Вот этот пень в интерьере. Смотреться должен был, как я сейчас. Но нет. Умелая рука вписала его сюда с помощью деталей, акцента, цвета. И смотрится он вполне лаконично. А вообще, уметь покупать красивые и качественные вещи, уметь их сочетать в доме, это все равно, что быть старым миллиардером. Тебе всегда будут приходить внуки. По многочисленным просьбам вставить в One-Two-Remote что-то такое же классное, как паркетная доска елочкой, но дешевле и сильно лучше по своим свойствам, чем ламинат. Вот один из таких вариантов нам сегодня прислали на обзор, ребята. Называется он кварцевый ламинат Fargo. Кварцевый ламинат укладывается елочкой, стоит 1690 рублей за квадратный метр. Визуально очень привлекательный и тактильно приятный. Выглядит как настоящее дерево, точь-в-точь вообще не отличишь. Почему он называется кварцевый ламинат и чем отличается от кварц-винила? Отличие в технологии производства и в эксплуатационных свойствах. Кварцевый ламинат сделан на основе SPC плиты, по-другому его называют минеральный камень. Это очень плотный, крепкий материал. Это основа кварцевого ламината, в том числе и основы его замка. Да, он замковый и при укладке дает надежный, ударопрочное, влагозащищенное соединение. Можно смело под него класть теплый пол, класть его в ванну. А если быть точным, этот материал стоит на 75% из молотого камня и 25% из винила, что и обеспечивает ему такие характеристики от экологичности до стопроцентной влагостойкости. А теперь давайте немного поиздеваемся над ним. Ничегошеньки! Ну, в общем, так теперь она стоять и будет, пока не испарится. Ребята, ссылка на кварцевый ламинат фарга в описании. Знаете, сегодня подобающее оделась, ну правильно, такая квартира. Все по цвету так гармонирует, я не специально. Так, у нас-то подобающий звуку паркета. Теперь у меня другое отношение к скрипу от полов после этой квартиры. Мне кажется, это такой шик. Еще у нас главная тема, когда у тебя люстра, по сути, не светит. Но ребята здесь выкрутились и сделали фоновый свет. Брат, аршерами. Почувствуй себя вот сто лет назад, как это было, как люди жили. Но тут смесь очень старинных вещей и азиатской культуры. Еще от этой люстра. Такое эхо. Фу! Очень много мебели, которая не несет никакой функции особо, но она дает объем. Вообще, настолько эти вещи крутые, настолько они разные и все в одном интерьере. Даже тяжело представить, сколько же это все стоит. Здесь прям чувствуешь, что вот все это очень дорого хозяйке квартиры. Каждая вещь здесь не случайно. Такое впечатление, что квартира покупалась под картины, под эту мебель. Потому что вот эта мебель, допустим, это из Турции привезена. Очень много тут из Китая каких-то вещей. Все это мешается с какими-то советскими картинами. Вот тут картиночка такая хоп-хоп-хоп на лыжах. Кстати, еще окна везде деревянные. Не, ну про старые двери я всегда понимал, потому что они там вообще мега крутые. Но окна тоже какую-то атмосферу дают. Посмотрите, насколько низкие от пола окна. Они раньше были выше, но после капремонта дома, видимо, уровень пола подрос и вот так получилось. Но оно стало еще круче. Умеете? Могете? Да, здесь очень много книг. Для них вот здесь вот два таких стеллажа. Они сварены из металла. Вот здесь вот, допустим, если посмотрите, я только сегодня, на второй день заметила. Такая девушка, силуэт девушки и причем в чулках. В общем, что делает весь интерьер? Далеко не стены и полы с потолком, а там мебель и декор, которым она наполняется. В этой квартире получается просто крашеные стены, прямой потолок, паркет, да, и больше ничего. Остальное все сделано картинами, декором, мебелью, вся ценность и освещением, конечно же. Заканчивается гостиная паркетом и начинается у нас коридор. Коридор сделан из плитки, из кирпича. Как это сделано? Вот разбирают старые дореволюционные здания, и кирпичи никуда не деваются. На разборку продают, напиливают, делают из них такие слэбы, обрабатывают их, и вот такая вот плитка получается. И это такой своеобразный акцент, и стены все однотонно и болотно вот такого насыщенного цвета. В этой квартире прям она 72 метра, а здесь есть куда ходить. Уже здоровый коридор, ты все время как бы в движении, вот тебе в кухню надо зайти, вон одна спальня, вторая спальня, здесь ковер. Пока идешь, здесь еще такая ниша. Наверняка это раньше какой-то вход куда-то был, потому что изначально доходный дом, сейчас это квартира, до этого был коммуналки. Богатая история, естественно, дома больше 150 лет. Вот этот комод долго искал своего места, прям подошел идеально под размер. Вообще спальня номер один, также с паркетом со старинным. Вот двери не старинные, двери новые. Смотрите, как обыграли большие потолки. Вот сделали такое вот место хранения. Наде вот больше всего понравились вот эти мягкие двери, Надя. Ну, я вообще была в восторге. Сочетаются с изголовьями. Два, кстати, изголовья. Такая прям фишка. Вот такой шкаф. Все обшито с двух сторон. Идея-то простая, выглядит офигенно. По поводу освещения, такая же история. Одна люстра, лампа. Еще отдельно хочется обратить внимание на текстиль здесь, на ткани обивочные и на окнах. Они очень чувствуются дорогие, бархат, велюр, шторы блэкаут. Просыпаешься вообще в полной темноте, особенно если римскую закрываешь. Те, кто думает, что дорогая, недорогая ткань не влияет. Нет, влияет. Здесь на входе есть штора. Она не простая, она набитая. Наверное, синтепон. Здесь бархат. Плюшевая. Ух. Таким подхватом. По-царски смотрится. Самая светлая комната в этой квартире. Спальня. Также кровать с двумя изголовьями. Картины, они очень гармонируют по цвету между собой. Вот эти, например, это одного автора. У них багет одинаковый. Дай угадаю, наверное, это Питер. Ты сможешь достать до зеркала? Видно? Нормально. Или в прыжке надо? Нет. Здесь специально выкрутили лампочки в ней, потому что, видимо, она слишком много света давала. Но очень хотелось ее сюда сделать. Здесь у нас опять шкаф. Такому же принципу сделанная. Тоже с изголовьем перекликается. Еще здесь очень высокие потолки. Но есть же варианты, когда делают либо в потолок дверь, либо делают верхушку. Она по-любому как называется. Напишите в комментариях, которые статичны. Я объяснил нормально, да? То вообще будет не очень. Поэтому они сделали вообще отлично. Пойдем дальше. Двери клевые и широкие, кстати. Вот, я про эту статичную верхушку имел в виду. Видишь? Вот статичная верхушка. Класс. Святая святых кухня. Самая яркая комната этой квартиры. Если вы посмотрите, да, каталог Little Green, а это отсюда краска, то этот цвет называется Orange Aurora. Мы только из-за этого и смотрели. Как же эта краска называется? Слушай, для меня изначально, вот пока я фотографии смотрел, самый главный такой диссонанс кухни из нержавейки, которую можно увидеть в ресторане. А здесь она вписана и ей внимания не обращают, как будто она так и должна быть. Она сочетается вот с такими вот стульями, например. А у тебя не возникает? А как он это сделал? Вот я когда сюда пришла, у меня, у меня такие мысли были. Ниша. Куда-то, когда-то проход был. А сейчас полочки, которые, вау, вау, с сервизом, которые на другом конце света сделали. Потому что, видишь, зеленое с красным. Зеленое с красным. Да, не стандартно. Вот как он это сделал. Вот, в принципе, стандартный на один ужин. Сидит в окошко смотреть, смотри, что там на фонарик. А летом тут вообще шикарно. Сидит в окошко. Как показала практика, двойная раковина. И это офигенно. Когда вы живете больше, чем один. Удобно, удобно. Не надо никого выгонять. Я вот всегда против раздельных санузлов. А здесь и двое могут зайти, а человек сидит такой, ну е-мое. Поэтому он раздельный, чтобы не ссорились. Если вы обратили внимание, раковина держится на просто сварная конструкция. Здесь какие-то вот сундучок, какие-то корзинки. Везде картины. Душевая здесь вообще неправильной формы. Неправильная форма, это не знаешь, что она неправильной формы? Просто она такая сложная форма. Нестандартная, да, форма. И прям тоже хорошо вписалась здесь. По идее, можно было бы зашить этот угол до пола. И тогда бы душевая не получилась. Мне очень нравится деревянный пол. Все обычно боятся это делать. И здесь уже ремонту сколько, 5 или 7 лет. И с ним ничего не сделалось. Кстати, кому интересны технические моменты. На кухне газовая колонка автоматическая. Включая горячую воду, она зажигается. И горячая вода. Ты думаешь, люди не знают, что такое газовая колонка? Как ты степанул-то меня, а? Здесь мне понравилась такая фишечка и эта ступенька. Прям сидишь, как на троне. Технически необходимая вещь была, видимо, из-за стойка. Здесь очень-очень яркие стены. Такого цвета стены тоже очень часто используют в каких-то азиатских, восточных интерьерах. Кстати, хорошо смотришься. Платье синее, золотое идет. Я думала, ты про унитаз и про сливную трубу. Платье синее, золотое идет. Кофе нальешь, что-то прям очень хочу. Надя, да оторвись, что ли, Надя. Знаешь, что круто. Кофе иди налей, пожалуйста. Кем я должен быть в 2021 году, чтобы захотеть жить в такой квартире? Я творческая интеллигентность. У меня новый каен и перешитый салон. Потому что старый мне показался слишком простым. Или если меня два дня не кормить и дать мне на выбор. Только что испеченный круассан. Или вчерашний стейк разогретый. Я выберу круассан. Я приглашаю на свои вечеринки соседей. А многим из них больше 80. А выбор из двух девушек, с кем мне дальше встречаться, я делаю по принципу, у кого мама приятнее. И если вам понравился этот видос, то чем больше он наберет лайков и комментариев, то тем быстрее выйдет следующее видео. Подписывайтесь на наш инстаграм. Вот он. Там много бомбической информации. Надя сняла свой микрообзор этой квартиры, где рассказала кучу всего дизайнерского. Ну и самое главное. Спасибо огромное Ане за предоставленную возможность снять эту квартиру. Внизу будет ссылка на инстаграм и на Airbnb. Эту квартиру можно снять посуточно. Стоит она совсем недорого. И у вас появится возможность в такой красоте переночевать. Ссылка в описании. Анна, спасибо огромное.